Почва – это целый мир, скрытый от глаз непосвященного наблюдателя. В почве располагаются корни растений и грибницы грибов. В обволакивающей почвенной частичке в воде живут разнообразные бактерии, простейшие и мельчайшие круглые черви. Здесь прокладывают ходы личинки насекомых, дождевые черви и почвенные млекопитающие, такие как кроты и слепыши. В почве размещается подземная часть гнезд муравьев и термитов, а также норы многих животных. В почве обитает множество клещей. Одни из них питаются мертвыми органическими остатками, другие охотясь на более мелких беспозвоночных животных. Одними из самых многочисленных почвенных животных являются круглые черви-нематоды. Они настолько малы, что многие из них можно увидеть только в микроскоп. Питаясь различными органическими остатками, почвенные нематоды играют важную роль в круговороте веществ в природе. Посмотрите на медведку. Как хорошо приспособилась она к жизни в почве. Используя свои мощные передние лапки, напоминающие широкую лопату, медведка прокладывает в почве длинные ходы, отыскивая корешки различных растений, которыми она питается. Интересно, что ближайшими родственниками медведки являются хорошо известные вам сверчки и кузнечики. Всем вам наверняка знакомы дождевые черви. После обильных дождей они в больших количествах встречаются на дорожках, в садах и скверах. Обитатели почвы находят здесь необходимый для них воздух, воду, минеральные соли. А вот свет в глубину почвы не проникает, поэтому населяющие ее животные имеют очень маленькие глаза или вовсе лишены органов зрения. Живущие в почве млекопитающие активно прокладывают в ней ходы. Одни из них, такие как крот и цокор, используют для этого мощные передние лапы, напоминающие лопату или ковш экскаватора. Другие, например, слепыш, роют землю зубами, используют для этого мощные резцы.